Ну что, у нас сегодня вообще в серии вот этих лекций завершается, я думаю, логически правильно вот этой темой, потому что все, что я вам рассказал на уровне доктрины. Вообще в теории государства и права, когда тоже рассказывают о государстве и праве, мы всегда имеем в виду то, как должно быть, да, мы рассказываем о моделях, которые предполагаются вообще в теории. Но в нашей повседневной практической жизни очень часто они не совпадают, да. И вот как раз сегодня попробуем, попытаемся нащупать и акцентировать внимание на том, что с классического исламского права сегодня востребовано в рамках законодательства исламских государств. И где-то вот у нас очередная последняя тема, какое-то время я в конце оставлю, для того, чтобы мы с вами, какие-то вопросы, если у вас будут, чтобы вы могли обмениваться сомнениями. Поэтому тема классического исламского права и правовая система исламских государств. Я вот начинаю с слов Гегеля, ни в коем случае я не ставлю под сомнение его гениальность, ни в коем случае я не склонен к тому, чтобы уменьшить его значимость или еще как-то. Но то, что он говорил, это показывает то состояние, в котором оказалось исламское право в 19-м веке, в 18-м веке. Опять же, надо это все рассмотреть в контексте времени. Исламское право формировалось где-то в 1950-е, в 1960-е годы. Считается, что на этом остановилось развитие исламского права. И долгое время, особенно в период Османской империи, говорить о развитии исламского права в том контексте, в плане доктринальной разработки исламского права не приходится. Я вам рассказывал, что султанское право, это да, определенный этап развития вообще османского халифата, и османский халифат функционировал на основе султанского права. Но в основном, османское право, это была конкретизация тех норм, которые существовали, и тогда была попытка реагировать на то, что происходит в Османской империи. Поэтому сказать о каких-то новых, каких-то моментах развития исламского права не приходится. И к XIX веку оказывается, что на самом деле все считали, что исламское право дальше не может снова о себя заявить. И классическое исламское право вообще в состоянии такого застоя было, потому что после 900, ну где-то 9 столетий в состоянии застоя, естественно, заставляло все задуматься. И вот немецкий философ Гегель об этом как раз писал вот такие слова. Но оказывается, что первым на вот такое состояние, первый ответ был модернизация исламского права. Об этом я частично вам говорил, по-моему, вчера, когда происходит попытка реформировать, если это можно сказать, вот некоторые разработки исламской доктрины права в соответствии с ситуацией, которая сложилась в XIX веке. И в результате этого была взята на вооружение европейская техника, юридическая техника. И, как вы знаете, самым популярным в этот период была французская кодификация, когда при непосредственном участии Наполеона с 1804 по 1810 год были разработаны знаменитые пять кодексов, которые заложили основу для законодательной моды до сегодняшнего дня. Возьмите самый современный кодекс, все равно там есть дух французского гражданского кодекса. И дальше, совершенствованный вариант, который формировался в рамках немецкого права, немецкой традиции права, это германское гражданское уложение. Поэтому и в Соединенных Штатах Америки, если мы видим гражданский кодекс в некоторых штатах, нам напоминает французский гражданский кодекс в африканских странах, азиатских странах. Причем, если говорить о 20 веке, когда исламский халифат, османский халифат перестал существовать, Египт, другие государства, Сирии, когда начали формироваться, они опять же унаследовали французское законодательство, попытались сохранить принципы исламского права, но законодательную технику французскую взяли. И многие исламские государства в дальнейшем, и Ирак, и Афганистан, унаследовали уже французскую модель законодательства через египтскую. Потому что в Египте очень основательно над этим поработали, каким образом диалектически можно сохранить основополагающие принципы исламского права, плюс использовать законодательные техники, которые безусспорно являются самой практичной, именно кодификацией. Поэтому такая сложная задача стояла перед исламским правом, исламским государством. Еще есть такое понятие, как правовая оккультурация. В теории государство и право, этот термин давно уже имеет свое место, свое определение. Это означает заимствование правовых положений. Здесь слово культура есть, но здесь как раз, когда мы говорим о правовой оккультурации, речь идет о заимствовании правовых институтов, правовых норм, правовых положений с одной правовой системой и с другой. В компаративистике уже разработана достаточно серьезная методика заимствования правовых положений в одной правовой системе и с другой. Есть известный американский компаративист Кристофор Асаквей. Он, между прочим, в Москве тоже очень часто прилетает, читает компаративистику. Северлевский тоже возглавляет центр сравнительного правоведения. Но в Москве в разных вузах. И в Украине тоже приезжал, я с ним знаком. Но это не Кристофор Асаквей, понятно. Я имею в виду Кристофор Асаквей. И вот он говорит о правовой оккультурации, о заимствовании правовых положений, сравнивает с хирургической операцией по трансплантации. Вот он говорит, что для того, чтобы один организм, одна часть организма работала с одного человека в другой, в другой организм, необходим целый набор моментов. Не только группы крови, не только давления, не только, а сотни показателей. Вот точно так же надо к этому подходить, когда мы заимствуем правовые положения. Вот как раз Махмуд Рашид Ряза, который тоже являлся крупнейшим ученым, исламским ученым, тоже предупреждает, что слепое заимствование ни к чему хорошему не приведет. Но самый известный пример, когда в Советском Союзе в конце, потом в России, в Украине, на постсоветском пространстве заимствовали трастовую кампанию английского права. Но если посмотреть на историю становления доверительной собственности, трастового права в Англии, то на самом деле то, чего Англия добилась, благодаря вот этому институту. Не было бы трастов, трастовой кампании, трастового доверительной собственности, вряд ли можно было говорить о сегодняшнем состоянии английского права, английской судебной системы. А что сделали? Дельцы просто взяли поверхностно, внутрили практическую жизнь в постсоветском пространстве. По разным данным, более 100 миллионов человек в той или иной степени пострадали от рук таких людей, как Мавроди. Те, которые в время кризиса понимали, что люди очень сильно пострадали экономически, и для них не важно, как эти деньги делаются, как приумножаются. Вот важно, что в начале месяца дали там 100 рублей, получили 130 рублей. А зачем им думать? И так всю жизнь думали, остались у разбитой кареты. Между прочим, в Одессе тоже такая компания образовалась. Недалеко я как раз жил, такое длинное здание было. С правой стороны окошка деньги сдавали, а в конце здания, в другое окошко, деньги брали. Когда уже те, которые организовали, посчитали, что уже накопилось много денег, и то окно закрыли, и то окно закрыли. И все. И так и конца с концов, так и мы с вами знаем, что никто и не нашел. Кроме того, в 2011 году МММ опять появилась. Я был удивлен. В Одессе реклама МММ везде была. Мавроди, МММ, 2011 год. А что вы думаете? Серьезные люди деньги туда вложили, и очень быстро, за 6 месяцев и заработали. Но это же как азартные игры. Вот люди попадают в эту среду, наркотики, потом не могут оттуда выбраться. Те, которые смогли остановиться, они что-то заработали. Но очень многие пострадали. Но вы, наверное, хорошо знаете, что сейчас Мавроди умудрился в Китай развернуть свое дело. Но это же тоже заимствование экономического института. Или другой пример. На сегодняшний день половина Украины, население Украины, должна банкам. Вот все должны банкам. Был период, когда просто заимствовали, это тоже, вот это правовое положение, банковское право у Запада. Вот надо кредиты раздавать. Дело дошло до абсурда. Вот если отделение банка, например, в течение месяца, условно говоря, 1 миллион долларов в виде кредита не будет распространять, они лишаются премии. Вы представляете, это абсурдно. Поэтому в любой форме хотели деньги лишь бы забрали. Даже порой они сами на коленах писали справки, чтобы лишь через кредитный комитет протащить. Но было время, когда это все работало. С 2008 года это остановилось. Теперь половина населения, с кем я не общаюсь, должны. И государство тоже не может уже справиться. Почему? Потому что, ну, у всех, во-первых, нечего взять. Ну, сколько можно вот этих телевизоров собрать? И на это далеко не пойдет банки. Поэтому банки даже никого уже не трогают, если понимают, что выхода нет. А получилось тоже же по-глупому заимствовали правовое положение. На любое учреждение на Западе, если человек обращается, буквально вот этот оператор, который сидит за считанные секунды, пока с тобой разговаривает, базу данных смотрит, ты кому-то должен, какое у тебя экономическое состояние, и тогда выделяются деньги. В Одессе, но я уверен, что в России такая же ситуация была. Можно было бы в пяти банках деньги брать, друг с другом, они вообще не связаны были с собой. То есть это то, о чем мы говорим, что заимствование правовых положений доведет до несчастья, если не соблюдать. Здесь тоже, если все слепо взяты, одни законы, не учитывать мировоззренческие основы, нравственные основы, традиции, то этот институт естественно не работает. Об этом чуть позже я буду говорить. И вот это заимствование правовых положений, оккультурации, сейчас много говорят в 19-20 веке. Между прочим, вот ССЛАХ, вот как раз принцип предпочтительности, появились еще в 8-9 веках. Это же тоже самые принципы. Если есть вот вопросы заимствования на основе пригодных, вот использования пригодных законов с предоставлением преимущества общественных, с учетом общественных отношений, когда допускается решение вопроса на основу учета, вот как раз общественных интересов на этой основе можно использовать. То есть сам этот институт, да, сейчас получили такое название западного характера, но тем не менее, эта исламская доктрина была известна. С самого начала не запрещала заимствовать. Я, по-моему, вчера вам говорил, что в Сирии при Амаидов некоторые нормы Гражданского кодекса Римской империи, исламского государства, были санкционированы для дальнейшего действия. Но они не противоречили принципам Корана и Сунии. Поэтому никаких запретов в этом плане не было. И вот как раз вчера тоже об этом мы с вами говорили, Маджала появляется первым кодифицированным актом западного образца, но с учетом принципов исламского права. Это сложнейшая работа, это сложнейшая работа, чтобы диалектически можно было соединить то, что на первый взгляд несоединимо. То есть, есть основы исламской государственности, есть основы регулирования обязательственного права, гражданско-правовых институтов. Но это все базировалось на Коране и Сунии. В 19 веке пришлось как раз диалектически соединить вот эти основы с новыми вызовами. Это новые отношения, это новые институты гражданского права, которые появились на Западе и были заимствованы в рамках Османской империи. Дальше, вот еще интересный. Уголовный кодекс Ирана 1926 года. Уголовный кодекс Ирана 1926 года напоминает нам Уголовный кодекс Франции 1810 года. Причем, это самый-самый светский кодекс в истории Ирана. Потому что потом, об этом чуть позже будем говорить, конечно, действие этого закона было пристановлено и появляется опять Исламский кодекс дилектного права. Но, тем не менее, мы видим, что модернизации имели место в виде принятых нормативно-правых актов. Бесспорно, при появлении новых правовых систем, уже многих исламских государств, которые после распада Османской империи появляются, здесь все равно, безуспорно, принцип Исламского права является определяющим, ориентирующим, базисом для нового законодательства. Но в какой степени, об этом чуть позже будем говорить. Кроме того, если говорить о модернизации Исламского права, это очень часто как раз упоминается реформирование судебной системы. Как видите, многие реформы начались с Египта. В Египте достаточно мощный потенциал именно исламских правоведов, которые смогли очень четко, очень правильно соблюдать баланс между классическим исламским правом и новыми институтами, которые требовали своего дальнейшего заимствования в рамках правовой системы современного государства. Поэтому здесь речь идет о том, что сначала появляются смешанные суды, потом национальные суды, и, между прочим, с этого времени начинается уже новая эра в судебной системе, потому что большинство стран, исламские государства, отказываются от шариатских судов. Хотя это не означает, что полностью они не функционируют. В некоторых государствах есть, об этом тоже мы будем говорить, но процесс начался, что начинаются гражданские суды. Это тоже влияние, в основном, французского права. Об этом я вам говорил, в 2024 году как раз появляется, это новый этап истории развития вообще исламской государственности, когда появляется новый тип государства, это уже республиканская форма, где полностью заимствуется западная модель формированных государств, отказывается от халифата, и понятно, что одним указом халифат, эта страница не преворачивается, но тем не менее формальная точка была поставлена. Но тем не менее, новая республика – это как раз исламское правление в новой форме. Как раз акцент делается на том, что основные традиции исламской государственности, исламского права в новой оболочке, в новой форме начинают действовать. Как раз это Турк, который заложил основу светского государства в замене халифата. Но мы знаем, что с этого времени в исламском мире происходит достаточно противоречивые на уровне практики и теории тенденции, потому что абсолютно многие страны не были готовы к тому, чтобы отказываться от той традиционной формы, которая на протяжении столетий была привычной для правления исламской умы. А сейчас появляются новые государства, которые должны уже обстраивать новую систему правления в соответствии с новыми вызовами. Еще один очень важный период – 70-е годы. Это и связано с изменениями в Ливии. Я вчера тоже об этом говорил. Появление зеленой книги, новой философии, понимание государственности. У Каддафы было свое видение государственности, исламского государства, форма правления, форма государственного строительства, и его зеленая книга стала по сути конституцией государства, но он все равно был привержен к тому, что Коран является главным источником вообще государственности и правового порядка. Кроме того, в этот период появляется очень много религиозно-политических организаций и группировок, которые влияют на государственность в этот период. И вот как раз эта знаменитая зеленая книга Маммар Каддафи в 1971 году, «Решение об исламизации правовой системе» он принимает. И вот как раз исламское уголовное право закона в ответственности за кражу и разбой в соответствии с исламским дилектным правом. Закон о наказании за прелюбодиане в 1973 году. Закон о наказании за лживое обвинение в прелюбодиане в 1973 году. То есть за 3-4 года принимается ряд закон, который меняет направление развития правовой системы в Ливии. Ну, естественно, одна страна, это влияние, конечно, на внутреннюю ситуацию в Ливии однозначно было мощным, но соседние страны тоже начинают уже определенные движения в плане возврата к вот этим принципам уголовного права, гражданского права, семейного права. И логическим продолжением, это процесс, который начался в Иране в 1979 году, связанный с победой исламской революции. Вы знаете, что Иран до этого был светским государством, и влияние запада было огромным. Поэтому абсолютно все законодательство, начиная с 1926 года, уголовный кодекс, да все остальные кодексы были копией французской кодификации. Вот это законодательное массиво. С этого времени все коренным образом отличается. Вот Конституция Исламской Республики Ирана, это новый этап, это новая база для реисламизации правовой системы. Причем очень четко выраженный характер носит в сфере уголовного права, гражданского права, банковского права, абсолютно всех отраслей права. Этот процесс продолжается и в Пакистане. Часто вспоминают Иран, но забывают, что именно в этот период, в 1979 году, происходит возврат к основам гражданского уголовного законодательства исламского типа в Пакистане. Там не было никакой революции, но есть очень мощные исламистские организации, которые определяют чуть ли не политику государства. Это джамат ул-исламы, которые достаточно придерживаются строгих принципов исламских и имеют серьезный вес в управлении делами государствами. И кроме того, несмотря на то, что армия является мощным институтом, все равно очень мощные влияния именно религиозных движений на государство. И под их влиянием начинается реисламизация законодательства. Мы в Иране говорили, что этот закон является четким проявлением процесса исламизации. Мы только что в предыдущей лекции говорили о видах преступлений, вот они получили законодательное закрепление в Иране благодаря вот этому принятому закону. Где как раз уже речь идет о худудах, да, вот тех от Азиры, от джинаяты, о которых мы с вами только что говорили. На сегодняшний день исламский мир, опять же, вот карта показывает, сосредоточена в Северной Африке и в Азии, в определенной части Азии. Несмотря на то, что мир изменился, несмотря на то, что вот в 70-е годы, в 80-е годы двухполярный мир существовал, в основном был социалистический лагерь и западные страны, но исламский мир все равно имел свой и политический, и экономический потенциал, наращивался и военный потенциал. Это мощная армия Ирана, мощная армия Ирака, которая, опять же, очень умело была использована для того, чтобы они между собой воевали. То есть этот ресурс был просто бездарно страчен, когда Ирак и Иран начали войну. Столько ресурсов туда. И кроме того, были противоречия между лидерами этих государств. Маммар Каддафи не совсем складывалось отношения с другими лидерами исламских государств. Кроме того, когда Анвар-Солдат, президент Египта, подписал договор сепаратистский договор с Израилем, тоже это был серьезный удар по единству арабского мира, исламского мира. Для понимания исламского права, правовых систем, исламских государств надо очень четко разделить это два понятия. Вот в этой карте мы говорим о правовых системах исламских государств. А вот эта карта, это исламское право. То есть, если мы говорим о том, что каждое государство имеет свою правовую систему, то мы сходом с того, что одним из атрибутов государственности является наличие правовой системы. И в данном случае, альжирская правовая система, ливанская, ливийская, египтская, саудовская, они разные, потому что они отражают специфику государственности конкретной. Но если мы говорим о исламском праве, мы его рассматриваем как система принципов и норм, которые были заложены в основополагающих исламских правах, получили диалектическое развитие в доктринальной разработке исламского права, но они, конечно, влияют на формирование вот этих отдельных правовых систем исламских государств. Это разные понятия. Нельзя их смешивать друг с другом. Вот слово «эстерилизация». Понятно, что речь идет о влиянии Запада на правовые системы этих государств. Здесь есть объективные и субъективные причины. Во-первых, большинство исламских государств были колоннами этих стран. И когда они, страны-метрополии, покинули это государство, исламские государства не отказались полностью от законодательства колониального периода. Кроме того, для того, чтобы эти страны налаживали нормальные отношения с странами Запада, которые до сих пор являются законодателями технологической моды. Новые идеи технологий там появляются. И все эти страны вынуждены с ним иметь нормальные отношения. Для этого надо было свое право, отрасли права тоже привести в соответствии с многими требованиями именно Западной модели права. Но вот как раз по поводу «эстерилизации» исламского права. На самом деле, исламское право стало западным – это большой вопрос. Между прочим, есть опыт Японии, когда в конце 19 века японцы пригласили французов и немцев, чтобы им написали «Уголовный гражданский торговый кодекс». На самом деле комиссия была составлена на состав известных юристов Германии и Франции, и им написали. И если посмотреть на эти законодательные акты, они напоминают, скорее всего, немецкое и французское законодательства. Да, в этой комиссии были японцы, но они оказывали минимальное влияние на формирование этих документов. И вот Давид Ренеев задает вопрос. Но мы можем назвать японское право Западным? Нет. Потому что все равно те характерные черты, которые определяют их ментальность, их сознание, их право и культуру, они остались японскими. Точно так же никакие кодексы, которые были приняты, не смогли изменить отношение человека к праву в этих странах. Вот яркий пример. Президентские выборы в Афганистане два года назад имели место. Если посмотреть законы о выборах президента Афганистана, нам напоминается ли слово «Афганистан убрать» и написать в Соединенные Штаты Америки один в один. Вот законы о выборах президента США и Афганистана в принципе одинаковые. Да, очень демократические выборы в США. На самом деле они гордятся тем, что граждане определяют свое мнение по поводу главы государства. Демократично, фальсификации нет и так далее. Но в Афганистане как получилось? Выборы состоялись. Но год не могли объявлять результаты выборов. Год. Потому что все знали, если объявят, гражданская война началась. Вот вам пример того, что эти институты у нас не работают. И уже избранный президент и второе лицо, альтернативный кандидат, они не знали, как дать задний ход, чтобы война не началась. И знаете, как получилось? Благодаря кому? Джон Кири. Он приехал, с обоими беседу провел. Они уже отказались от своей амбиции. Один стал президентом, другой – премьер-министром. Вот вам выборы. Вот вестернизация афганского права. То есть реально это общество не готово к тому, чтобы жить по тем канонам, которые являются предметом гордости западных стран. Но на самом деле трудно себе представить, чтобы в Германии опять, например, Меркель захотел еще один, два, три срока остаться. Но это для их правовой системы невозможно. А для наших стран это нормально. Никто не будет сильно возмущаться. Поэтому вестернизация остается на уровне позитивного права. Да, закон о выборах прекрасный. Наши конституции напоминают конституции США тоже. Конституции Японии тоже, в прошлом 1946 году, было написано на борту крейсера, американского крейсера. Понятно, что это конституции напоминает американского конституции. Но не стало это общество истинно западными. Потому что это по определению невозможно. Вот по этому поводу опять же я приведу высказывание западных ученых. Потому что они прекрасно понимают, что исламская правовая ментальность, правовое сознание, правовая культура, они определяют и поведение, и образ мышления, и образ поведения граждан. Поэтому заинственные правовые положения иностранных правовых системы, они на уровне позитивного права имеют место, но на уровне правовой практики, правотворческой деятельности, правоприменительной особенно. Конечно, они обречены. Если говорить о правовых системах исламских государств, большинство авторов говорят о дуализме права. С одной стороны, если можно условно выразиться, это светское право и религиозное право. Понятно, что пропорции между тем, где, в какой стране, какое право является определяющим, на этой основе можно говорить о условной классификации правовых систем исламских государств. Но опять же, мы с вами говорили, что в 28 государствах Конституция закрепляет государственный статус ислама. В частности, я привел пример Конституции Афганистана в 2004 году, где четко написано, что в Афганистане не может принять ни один закон, противоречащий священной религии ислама. Это четкий сигнал для того, чтобы понятно, что это является главным мерилем для определения законодательства. Кроме того, вот институт Шури – это один из старейших институтов формирования государства, и это, конечно, институт парламентаризма и его современной формы. Тоже присутствует практически во всех странах, исламских странах. Несмотря на то, что наблюдательный совет или шариатский совет, по-разному называются, религиозный совет, они их решения, их рекомендации носят предложение с рекомендательным характером, но все прекрасно понимают, что эти рекомендации имеют очень большое значение для принятых решений, как парламентом, так и президентом. И самое главное – права и идеология, которые формируются в этих странах, напрямую находятся под влиянием исламской религии, и правовая идеология является отражением именно исламской идеологии. И это является главным для реализации права, а источником является Коран и Суна. Мы обычно говорим о содержательном аспекте. Содержательный аспект формирования правовой системы функционирования связан с правовой идеологией, о которой мы говорили. Но права и идеология полностью находятся под влиянием исламской религии. Ну и внешняя сторона тоже, например, символика. Мы видим на флагах практически всех исламских государств какая-то символика связана с исламом. Практически везде это тоже присутствует. И Саудовская Аравия, и Ирака. Но не говоря полмесяца и звезды, которые практически присутствуют в разных. И вот имя Аллаха на флаге Ирана. Ну, о идеологическом факторе. Первую лекцию, когда я начал, тоже говорил, что очень мощный идеологический потенциал в исламе есть. И поэтому очень часто стараются под прикрытым именно религиозных лозунгов, религиозных идей, использовать его для того, чтобы реализовать своих не всегда честных целей. Еще одна тенденция, которая на сегодняшний день намечается, связана с евроисламизмом. На сегодняшний день огромное количество мусульман проживают в Европе. И вот выработалась определенная концепция, связанная с тем, что ислам может очень спокойно, мирно выживаться в западном обществе. И вот это движение называется евроисламизмом. Основная идея здесь как раз написана, что компонентами евроисламизма это частично отказ от некоторых предписаний шариата. Понятно, что это не воспринимается всеми, потому что вообще слово о том, что можно отказываться от некоторых предписаний шариата, это никак не может вписываться в исламскую правовую идеологию. Но тем не менее, такое мнение есть. Особенно лидер исламского движения во Франции, имам большой французской мечети, он является автором большого издания, по-моему, более тысячи страниц его книга, где он обосновывает свое видение исламизма, и он предлагает светский тип ислама. Вот как раз об этом речь идет. Между прочим, по этому образцу, вот профессор Саидов тоже говорит о светском исламизме в Среднеазиатских республиках, где государства живут по светским канонам, тем не менее, присутствуют некоторые элементы, связанные с частной жизнью мусульман, которые в основном касаются сферы частного права. Теперь последний момент, о котором я хочу вам доложить. Вопрос о классификации правительства системы исламского государства. Я сейчас буду сразу по ходу, некоторые коррективы вносить. Почему? Потому что вот такая схема, последние десять лет практически встречается в учебниках, в монографиях, в публикациях различных ученых, которые занимаются исламским правом, правыми системами исламских государств. Но по поводу первой группы, практически везде вы найдете, находите название вот этих государств. Саудовская Аравия, Иран и Пакистан. Вот эти страны, где влияние исламского права очень ярко проявляется, как на уровне правовой идеологии, государственной политики, символики, законодательства. Здесь, в частности, до недавнего времени, вообще, конституции Саудовской Аравии был Коран. Сейчас тоже считается, но, незамно, мы тоже уже приняли, где некоторые черты конституционного законодательства присутствуют. Вот как раз в конституции Пакистана, Ирана и в качестве конституции Саудовской Аравии всегда считался именно, считался совершенный Коран, где классическое исламское право оказывает глубокое влияние, не только на уровне принципов, которые принимаются во внимание, а реально регулирует общественные отношения. В 1992 году его не все называют конституцией, но вот основной незам, то есть положение королевства было принято, где говорится, что это арабское, исламское, суверенное государство. Но, тем не менее, среди ученых нет единого мнения, можно ли назвать вот этот незам, основной незам в качестве конституции или основной закон. Но, тем не менее, многие, вот как раз статус государства, его характеристика и основные черты формируются в этом. И вот здесь подчеркивается, что вот конституция, Коран и Суна, вот видите, опирается, вот как раз опирается на Коран и на Суна. Это имеет принципиальное значение. Вторая группа, это флаг Бруни. Вот эта группа стран считается второй группой, где, опять же, безусловно, влияние основополагающих источников здесь присутствует, но по уровню влияния норм, содержавшихся в Коране, на реальное законодательство, существующие законодательство здесь уступают первой группе. Вот в этих странах тоже на уровне конституции закрепляется статус Корана в качестве государственной религии, но они более умеренны по сравнению с первой моделью подхода к применению норм классического исламского права в современном законодательстве. Итак, государственный характер религии, вот как раз конституция Йеменской Арабской Республики, но я когда вот назвал этих стран, мне так жалко и обидно за эти страны. Вот сейчас посмотрите, что творится с Йеменом, да? Это просто катастрофа. Причем здесь столкнулись интересы двух лидеров исламского мира, а третья страна уничтожается. Это интерес Саудовской Аравии и Ирана. Вот две страны хотят доказать, кто, извините за слово, круче, сколько людей погибает. Я, по-моему, сегодня в Евроньюзе посмотрел, сколько мирных жителей. Причем дети, женщины погибли. Из-за того, чтобы понятно было, кто лидер в исламском мире. Вы представляете, каким образом наносится удар по вот этой идеологии? Конечно, как на Западе будет воспринимать ислам? Да как эти люди, в чем вина этих людей? Что Иран круче, или Саудовские арабы круче? Поэтому, если изучать их конституцию, вот видите, в государственной религии объявляется ислам, и шариат является источником законодательства. Третья группа, опять же, Сирия. Вот просто сердце обливается кровью. Со мной учились студенты Сирии, со мной в аспирантуре учились ребята Сирии. У меня было два аспиранта Сирии, с которыми я сейчас по вайберу общаюсь. Но вот страну, которая просто на глазах уничтожили. Причем, если другие страны, в основном, экспортируют нефть, и за это деньги зарабатывают. Сирия реальная экономика там была, промышленность была. Люди могли в разных странах мира пощупать продукции Сирии. Вот такую страну сегодня превратили в могилу для тысячи и тысячи людей. И причем, я когда выезжу, показывают различные города Сирии, какое строительство там было, какие мощные дома. Несмотря на то, что какие ракеты, какие бомбы, ну, всех видов туда падают, но тем не менее удивляясь, как еще эти стены выдержали. Это говорит о том, что страна основательно строилась. Да, можно критиковать за отсутствие там, как Запад любит отсутствие демократических институтов. Но опять же, не подходит нашим странам вот эта система избирательная. Потому что мы не готовы к этому. У нас сознание немножко другой. Я уверен, что если сегодня честно будут проводить выборы, нынешний президент победит. Просто я общаюсь с многими сирийцами. Это факт. Но тем не менее, вот эта группа входит в третью. И Афганистан тоже, в том числе. Но если об Афганистане говорить, вот период талибов, понятно. Отдельная страница. Современная конституция. На уровне конституционного законодательства определяет руководящую роль ислама. Но многие законы, которые сейчас принимаются, но они больше носят советский характер. это реально так и есть. Альжир тоже в эту группу входит. Афганистан опять. И наконец, вот последняя группа, которая выделяется. Турция, Тунис и Марокко. Но Турции последние десять лет, не секрет, что как раз те основы, которые были заложены в 2024 году, они с каждым днем уходили на задний план. Совершенно другая политика была, более скрытая. Понятно, что сегодняшняя элита, турецкая, гораздо больше вложила денег в арабских странах, несмотря на то, что буквально вчера начали опять переговоры вести о том, чтобы Турция стала членом Европейского союза. Но мы с вами, по-моему, трезво понимаем, что никогда Турция не будет членом Европейского союза. Но это чистая взятка для того, чтобы прикрыть потоки иммигрантов в Европу. Вы знаете, и Тунис, и Марокко тоже прошли через потрясение. Все началось с Туниса же, да, все вот эти ситуации. И сейчас, тем не менее, законодательство более умеренное в этом плане. И если ислам, конечно, отражается в их конституциях, ну, скорее всего, это как принцип к действию. А законодательство больше носит, ну, больше, вот, под влиянием французского права, светский характер. Тем не менее, видите, даже в Тунисе, вот, первая статья конституции говорит о том, что ислам является государственной религией. Но ты, вот, дальше вот, в Тунисе законодательство запрещает полигами. То есть, многие вещи более умеренные, чем в других государствах. Можно ли в отдельную группу выделить правовую систему постсоветских государств? Дело в том, что в этих государствах правующие элиты очень сильно боятся за то, чтобы исламские вильяны не оказались роковой для системы правления. Поэтому я, например, когда узнал, что какие ограничения, например, вводятся в Узбекистане, в Таджикистане, я, честно говоря, был удивлен, но мне рассказали именно ребята, которые там живут, что, например, второй раз, если кто-то собирается в хадж, не разрешается. Один раз разрешают, второй раз нет. Или, например, собраться в мечеть или намаза разрешается только по пятницам. И опять же, с определенного возраста. Но эти страны, понятно, подавляющее большинство мусульман, не могут не учитывать этот фактор. Но этот фактор, понятно, что с каждым днем свое влияние оказывает. Но дай Бог, чтобы вот эти неправильные, скаженные исламские движения не проникали на их территорию. Потому что то, что происходит в Афганистане, это как зараза, которая может очень быстро уничтожить вот этот регион. Я помню, когда вот я еще был в Афганистане, вот те, которые воевали против таджикских властей, они в Афганистане их тренировали. И когда им говорили, вот надо же вот этот мост уничтожить. А этот таджик говорит, подожди, если я мост уничтожу, это же наш мост, наш село соединяется с другим. А как быть? Причем этот джихад начинает уничтожать. В Афганистане практически мостов не осталось из-за того, что все было разрушено. И тогда, между прочим, таджикская оппозиция тогда поняла, что мы же страну превратим, черт знает во что, потом кто это все будет строить. И они нашли какой-то общий язык. Их лидер потом пришел, даже вошел в правительство, коалиционное и так далее. Ну, просто я вот, по моим ощущениям, то, что произошло с кундузом на севере Афганистана, это все попытка дестабилизовать ситуацию в Среднем Азии. Дай Бог, чтобы этого не было. Потому что опять жертвы, опять несчастье. Вот опять же, то, о чем я говорил, что главным критерием для объединения их условно говоря в одну группу, то, что подавляющее большинство мусульман, но тем не менее, 70 лет существования советской власти, это сказывается на даже менталитет мусульман, мы это знаем. Но тем не менее, этот фактор нельзя учитывать в государственно-правовой и особенно общественно-политической жизни. Интересное исследование. Понятно, что с 2000 года до сегодняшнего дня есть определенные изменения, но тем не менее, смотрите на этот вопрос, как респонденты в Азербайджане ответили. Исламская религия укрепляет основу общества 50%, роль религии в развитии общества незначительно 36%. Религия мешает укреплению основы общества 3%, ослабляет основу общества 2%. Я думаю, эта тенденция существует. Понятно, что я попытался найти свежие данные, но я не нашел. Цифры немножко другие. Но тем не менее, в государственной правовой жизни ислам не играет особой роли. Кроме того, есть разные формы регулирования взаимоотношений государства и религии. Но пока государство очень жестко регулирует сферу вообще связанную с религией, с религиозными общинами, с религиозными структурами. Это практики Узбекистана показывает, Таджикистана показывает, Казахстана показывает. Этот момент есть. Особенно жестко этот вопрос в Узбекистане стоит. Жесткий вариант отделения религии от государства, которое рожает максимально возможным исключением религиозных организаций с общественной жизнью. В Таджикистане благодаря тому, что оппозиция и государство подписали договоренности, взаимопонимание, некоторые изменения, конечно, есть. Тоже реалии Узбекистана, и мы знаем, что есть различные движения, которые достаточно мощные, хотя свою цель как раз называют создание халифата на этих территориях. Все равно исламский фактор всегда себя напоминает и является одним из важнейших факторов. И последняя группа, можно говорить о исламском праве, очень условно в тех странах, где ислам не является государственной религией, мусульманами не являются большинством. Но если возьмем Индию, например, страна, где огромное количество населения живут, и там есть отдельные законы, которые регулируют, например, брак среди мусульман в сфере семейного права. Есть законы, которые регулируют, учитывают именно исламские наследственные права. Поэтому в этих странах четко понимают, что есть большое количество населения, и надо с этим учитывать. Вот, например, в 1937-1939 годы как раз еще в колониальный период регулируются нормы именно в соответствии с принципами исламского права. И с учетом того, что 20% населения мусульман – это уже больше, чем в любом исламском государстве. Хотя это меньшинство 20%. Но если учитывать количество населения Индии, то больше, чем где-либо в исламских странах. И ислам на Западе – тоже фактор очень-очень серьезный. На сегодняшний день большое количество мусульман проживает в Западе. И об этом говорили, что в этих странах приходится учитывать, хотя есть жесткие варианты регулированные. Вот, например, в Швейцарии тоже вопрос стоял, а строительство мечетов запретили монареты построить. То есть есть жесткие регулированные. Или, например, сегодня я буквально посмотрел в Евроньюзе, в Голландии есть такой экстравагантный политик против иммигрантов, особенно против мусульман, я его фамилию забрал. Он был избран человеком года, сегодня. То есть вот этот наплив новой войны иммигрантов, конечно, вызывает беспокойство у местного населения. Но, тем не менее, огромное количество мусульман, они являются гражданами этих государств, и согласно их же принципам и ценностям они не могут вынудить их покинуть. Поэтому есть разные варианты, об этом мы с вами говорили, что есть евро-исламизм, есть другие варианты, где изучают именно сосуществование исламской умы, исламскими гражданами, которые являются гражданами этих государств, но исповедуют ислам. Это вопрос для того, чтобы можно было как-то спокойно разработать. Причем, мне кажется, что здесь надо, чтобы проявили свою инициативу именно исламские ученые, чтобы подсказать. Потому что, я же говорю, есть жесткий вариант решений. Вот даже то, что Мария Лепен чуть на местных выборах не победила, потом вы, наверное, новости смотрите, последний тур местных выборов не смогла каких-то результатов показать, но первый тур она определила и Оланда, и Саркази, то есть всех сил. Это говорит о том, что движение есть в сторону ужесточения политики этих государств, в частности против мусульман. Кроме того, подливается в этот огонь масла еще тем, что есть террористическая организация, которая на самом деле путем совершения террористических актов возбуждает общественные мнения против того, что произошло в Париже, и то, что происходит в других странах. Но хотя здесь есть движение и обратное. Вот, например, те карикатуры, которые были нарисованы сначала в Дании, потом перепечатаны в газетах в Париже тоже, с одной стороны, они говорят о том, что несколько поколений французов дали свои жизни за то, чтобы свобода слова была. Но в любом случае свобода слова заканчивается там, где начинается другая среда. Вот в свое время Кант говорил, что свобода размахивать руками заканчивается кончиком носа другого человека. как только мы нарушаем другое пространство, это уже не свобода человека. Свобода человека тогда, когда мы уважаем свободу других. Особенно одним из важнейших принципов европейской цивилизации это как раз плюрализм. Это как раз плюрализм. Это свобода и расповедование. То, что было реально нарушено. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать. Я надеюсь, что что-то новое я смог вам сказать. Вряд ли я что-то новое сказал бы, но я просто со своей точки зрения по основополагающим моментам связано с введением исламского права собрал в виде презентации. Опять же, я хочу вам сказать, что презентация здесь останется. Кто захочет, может себе приписать. Если какие-то там слова, буквы я пропустил, вы извините, я даже в самолете некоторые слайды подкорректировал. Поэтому вы относитесь к пониманию.